Всем привет дорогие друзья, вы на канале Влад Ленин Плей и Дьявол здесь навсегда. Фильм рассказывающий о том, насколько Вера в небольших заколустных городках штата Огайо в эпоху 50-60-х годов влияла на людей и заставляла их совершать ужасные поступки. Кто-то считал, что Вера поможет спасти жизнь, кто-то пользовался ей в своих корыстных целях, а кто-то просто слетал с катушек и думал, что Вера поможет ему исцелять людей. И конечно, шаг за шагом, поступок за поступком, все это в итоге приводило к абсолютно печальным последствиям. Фильм содержит в себе много различных историй и героев, которые в какой-то степени переплетаются между друг другом. У каждого из героев этой истории, даже тем, кому дали совсем мало экранного времени, получается вполне неплохо раскрыться. И заслугой тому можно назвать великолепный, отличный и офигительный актерский состав. Том Холланд, Роберт Паттисон, Себастьян Стэн, Хейли Беннетт, Джейсон Кларк, жердяй, который уже не жердя из Гарри Поттера, Райли Кио и потрясающий Билл Скарсгард. И как раз последнего мы с вами сегодня и послушаем. Ну а также, естественно, параллельно нарисуем небольшой арт. А если у вас есть желание поддержать канал, получать бонусы или отправить теплые обнимашки автору, то подключайтесь к моей спонсорке в Бусти или на самом канале. Все ссылки в описании. Итак, у персонажа Билла Скарсгарда Уилларда была одна сцена, где он жестоко избивал парочку ребят. За то, что те насмехались над ним и его сыном, пока он молился, и говорили гадости про его жену. У Билла спросили, сколько времени ушло на подготовку к такой жестокой сцены боя. Ну, здесь было забавно то, что у нас не было особо репетиций. То, что мы пытались делать, то, к чему мы стремились, это то, чтобы это не ощущалось как постановка, чтобы это было не заготовлено и возникло спонтанно. На самом деле, это был реально напряженный день, потому что, ну, знаешь, как и в многие другие съемочные дни, и постоянная нехватка времени, и все на взводе, парочка синяков то тут, то там, много грязищи, и мы, да-да, все окей. Да, и двое ребят, которых я дубасил, были на самом деле профессиональными борцами. Из Атланты, ой, извините, из Алабамы. И они мне такие, да! Тип, давай, чувак, ты можешь лупануть мне так сильно, как можешь, мне пофиг вообще. То есть они были реально, реально такими суперкрутыми пацанами, и я такой, о-о-окей, думаю, эм, я думаю, что они неплохо зарабатывают на том, что избивают их, а потом избивают они. Уиллард, он как бы складывает всю картину воедино. Понимаешь, и в тот момент, когда внутри него все накопилось, оно просто взрывается. Это, это очень важная сцена. Э-э, с точки, э-э, раскрытия самого персонажа. Интересные такие парни из Алабамы, особенно не повезло тому, кого тыкали лицом в грязь. Представляю себе эту сцену, ну давай, тыкай меня, тыкай меня, мне за это платят. И Билл такой, о-кей... На самом деле, эта сцена действительно ключевая. И поступок Уилларда оставил свой след в сознании Арвина. И когда он подрос, он по такой же схеме пытался защитить свою сводную сестру, просто подбирая подходящий момент. Последствия Второй мировой войны очень изменили персонажа Билла Скарсгарда. Именно после нее он стал страдать посттравматическим стрессовым расстройством, что в итоге заставило его удариться в беспросветную веру, итогом которой стало самоубийство. У Билла спросили, читает ли он, что психическое расстройство, подобное тому, что было у его персонажа, является важной темой для изучения и рассмотрения в массовых СМИ. ПТСР это очень важная тема, особенно для Америки, но она также касается и других стран мира и нашего отношения к тем, кто вернулся с войны. Я думаю, что это что-то, о чем следует говорить намного больше. Понимаешь, мы как бы и показываем тех людей, которые прошли через все это. Это не мы, но правительство не заботится должным образом о тех людях, что вернулись. И я думаю, это просто ужасно, 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 я думаю. И если в целом касаться психического здоровья, то да, количество самоубийств, оно просто растет, и это так, чувак, тут не угадаешь. Я задумываюсь о том, что стало больше людей в нашем обществе, которые впали в сильную депрессию. И если в конце концов это приводит к самоубийству, то что-то не так в корне самой нашей культуры. Так что, я думаю, что это серьезная проблема, и не считаю, что в скором времени она решится сама. Поэтому мы должны говорить об этом, изучить проблемы, понять почему. И, возможно, изменить наш образ жизни или взгляд на определенные вещи, чтобы все пошло к лучшему. События, произошедшие с персонажем Билла, да и в целом со всеми персонажами в фильме, смотрятся достаточно жутковато. И порой невольно ловишь себя на мысли о том, что такие события в те годы вполне себе могли произойти. Так как история США в эти годы и вплоть до 90-х богата на серийных убийц и различных неуравновешенных людей, которые по той или иной причине, включая и ПТСР, совершали различные ужасные поступки. Поэтому да, изучение и решение этой проблемы, особенно если она имеется в наше время, имеет место быть. Также, если вам интересно узнать о том, какие серийные убийцы бесчинствовали в США, но не слишком интересно смотреть документальные фильмы, то советую посмотреть сериал «Охотники за разумом», который основан на реальных событиях и рассказывает о двух агентах ФБР, которые с помощью общения и изучения заключенных серийных убийц пытаются раскрыть убийство. Многие актеры из этого фильма знакомы нам по супергеройке. Зимний солдат, Бэтмен, Человек-паук. Но так уж случилось, что в эту компашку затесался веселый и милый клоун Пеннивайз. У Билла спросили, с кем из этих персонажей Пеннивайз бы захотел пойти на свидание. Небольшой званый ужин. Я думаю, с Человеком-пауком, так? В смысле, я думаю, что у Тома шансов чуть меньше, наверное. По крайней мере, по сравнению с остальными. Так как Пеннивайзу по вкусу у парни помоложе, я думаю. А я вот думаю, что в этот список надо было бы добавить еще Дадли. Во времена Гарри Поттера он был таки знатным поросенком. Пеннивайзу он бы подошел на все сто. Раз уж зашла речь о супергероях, у Билла спросили, хотел бы ли он попасть в этот супергеройский котел и исполнить роль в фильме жанра супергеройки. Да, конечно, в смысле, это забавно и интересно. То есть, я знаю, что супергеройские вселенные и фильмы о супергероях захватили кинотеатры за последние 5-10 лет, так что это шикарные, богатые на события фильмы. И они забавные и крутые. Я даже не знаю, в качестве кого я бы мог вписаться во все это, но если там для меня найдется местечко, то вы просто позвоните мне. Ну, собственно говоря, многие с его ролью в супергеройке уже давно определились и считают, что он подошел бы на роль Джокера. Как по мне, он мог бы также подойти на роль какого-нибудь Гамбита из Людей Икс или Загадочника, которого в будущем фильме про Бэтмена уже, к сожалению, играет Пол Данна. Если у вас есть свои мысли по этому поводу, пишите в комментариях. Далее у Билла спросили, каково это было играть отца Человека-паука и приходилось ли ему поработать с самим Томом Холландом, так как, насколько мы знаем, в фильме он взаимодействовал только с младшей версией персонажа Тома. У меня не было совместных сцен с Томом, но мы немного тусовались вместе до этого и что касается того, что он там Человек-паук, то это для меня не имеет никакого большого значения, в принципе. Это выглядит странно с точки зрения самих персонажей фильма, потому что... Очевидно, что молодой Арвин, молодой персонаж Тома. У меня есть много сцен с ним и большая часть фильма это их отношения, Арвина и его отца Уилларда. Так вот, для меня было важно то, что, знаешь, мне удалось провести немного времени с Томом и поговорить с ним, и мы реально пробежались по сценарию, где он считал за маленького Арвина, а я за Уилларда. Так что мы хотя бы прогнали эти строки вместе, конечно, беря в расчет то, что он был бы намного моложе. Теперь, раз появилась возможность пообщаться с самим Пеннивайзом, у Билла решили поинтересоваться. Даже несмотря на то, что вторая часть Оно уже подвела все к концу, и по книге Стивена Кинга тоже история закончилась. Увидим ли мы Пеннивайза снова? Есть ли вероятность появления Оно часть третья? Или, допустим, приквела? Энди Мускетти, режиссер, и я, мы... Когда мы заканчивали съемки второй части Оно, у нас был с ним некий разговор о том, как могла бы выглядеть третья часть. Но никакой конкретики особо не было, так что посмотрим. Может быть, если появится желание сделать что-то и повернуть как-то историю совсем по-другому. Ну, знаешь, может быть, есть способ, но точно я не знаю. Надежда умирает последней. Будем держать кулачки и надеяться на то, что в будущем нам расскажут об этом клоуне поподробнее. И, возможно, может быть, расскажут его предысторию. Ну, а теперь пришло время глянуть, какой арт у меня вышел в этот раз. Другие мои работы вы можете посмотреть у меня в паблике, либо на страничке в инстаграм. А на этом все. Всем большое спасибо за просмотр, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. И не забывайте, что поддержать меня и мой канал вы можете, став моим спонсором на Бусти, получая при этом эксклюзивный контент. Все ссылки в описании. Субтитры сделал DimaTorzok